Участников третьего городского велопарада приветствуют герои спектакля «Красная шапочка» Саровского драматического театра. Леса, медведь и заяц танцуют с ребятами зажигательный танец, разминку и отправляют малышей на старт. В этом году велопарад посвятили Году театра в России. Поэтому в наших предложениях именно звучало то, что должны заезды быть костюмированы. И вообще предполагалось, что участие всех граждан в праздники тем или иным способом будет иметь отношение именно к Году театра. Карнавал, костюмы и так далее. Фиксики, супергерои, пираты, озорные пчелки и принцессы сели на свои велосипеды и проехали символический круг по площади, вокруг памятника Ленину. Маленький Филипп пришел на велопарад в костюме тираннозавра Рекса, героя популярного мультика. Мы до этого ездили на беговеле, ну не мы, а Филипп. И сразу села, поехала, да, четыре года. Это полезно, это очень удобно, потому что если они долго идти куда-то, они устают, конечно, в таком возрасте. А на велосипеде это всегда весело, правда, Филипп? В первом заезде праздничного велопарада приняли участие воспитанники детских садов и младшие школьники. Юные спортсмены преодолевали дистанцию под чутким контролем родителей. Злата Денисова села на двухколесный велосипед всего пару дней назад. Во-первых, это спорт, во-вторых, это интересно, плюс можно посмотреть и ветер. Когда едешь, ветер. Это очень здорово. За самые яркие костюмы участников велопарада наградили памятными призами. После заезда гости праздника их родители увидели шоу мыльных пузырей и выступление клоун-мем театра «Мир лиц». Тария Цапорыгина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.